Приветствую вас! То, что вы описываете, условно можно назвать страхом близости. Ну, то есть вы боитесь сближения с людьми, вы боитесь сближения с девочкой, что вы хотите близости, вот, но вы боитесь этой самой близости. Вот. И вам, на мой взгляд, некомфортно, именно потому, что близости-то вам хочется, именно близости хочется. Но, при этом, ее вы боитесь близости. Этот самый. Вот. И здесь, ну, на самом деле, нужно, конечно, смотреть, почему вы боитесь близости, вот. Вот. Как именно проявляется тот факт, что вы ее боитесь. Вот. И, соответственно, для чего она вам нужна? Да. То есть, чего вам не хватает, что вы, вот, так активно начинаете, ну, проявлять свою активность по отношению к девушке. Вот. Мне кажется, что вы играете в игру, такая вот есть, ну, такая детская игра есть. То есть, ты приближаешься, я отдаляешься, я приближаюсь, ты отдаляешься. И, на самом деле, страх перед близостью связан с тем, что у вас нет личных границ. Вот. То есть, личные границы между вами и другими людьми, да, они, ну, не проставлены. И, следствие этого, возникает, значит, кажется, из близости на детстве. Страх близости возникает тогда, когда, значит, например, в детстве, ну, например, например, в детстве ваши родители были от вас. Чересчур, например, отдалены. Да? То есть, ну, если родители были от вас. Чересчур отдалены. Значит, либо, а если они, наоборот, не уважали вас, не относились с уважением к тому, что, ну, есть еще вы, да, к тому, что вам тоже чего-то хочется. Короче, вы ничуть не чувствовали себя значимым. В том смысле, что ваше нет, что-то значило. Вот. Вы себя так не чувствовали, возможно. Вот. И, с одной стороны, сохранилась у вас потребность в том, чтобы быть с кем-то, в близости. Но, с другой стороны, есть же этот самый страх, что эти самые близости дамы причинят вред. Ну, как это, наверное, неоднократно было, что с вашими, ну, вашей, вашей семье, да, между вами и вашими родителями. Ну, вот. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Ну, вот. Значит, вы пишите, я не знаю, что мне делать в этой ситуации, да? Значит, ну, не знаю, что делать, а, чтобы, что делать, чтобы, чтобы что. То есть, эээ... Что вы хотите делать, конкретно? Вы хотите отношений? Или вы хотите чего-то, ну, чего-то, чего-то может быть еще? То есть тут вот нужно анализироваться, что вы хотите, потому что нам работать с вашим запросом. Нам работать именно с вашим запросом. И от того, насколько вы поставите свой запрос корректно, в том числе зависит, ну и наша помощь вам. Да, важно это понимать. Поэтому, если вы хотите отношения наладить, да, ну в том числе с девушками, а если вы хотите в себе разобраться, это совсем другое. Ну просто разные, разные рекомендации. В разных случаях разные рекомендации. Вот. И тут, конечно же, определяться нужно вам. Вот. Также, предлагаю вам подумать вот о чем. Ну что вы говорите, что, когда я начинаю общаться с девушками, мне этот человек интересен. Если мне этот человек интересен, я полностью отдаю себе это общение. Этому общению могу рассказывать долгие истории, писать ли мне это общение. Для чего? То есть, как бы, знаете, в чем парадокс? Если вам человек интересен, да, именно вот интересен человек, вы не будете хотеть рассказывать какую-то историю. Вам будет хотеть скорее спрашивать его, расспрашивать его. А у вас получается так. Что вы не расспрашиваете, а сами говорите. То есть, как будто вы пытаетесь с разговором человека, ну, ну не знаю, может быть, к себе привязать. Может быть, может быть, еще что-то сделать. Да? Вот. То есть, мне кажется, что на это нужно обратить самое пристальное внимание. Для чего? Для чего? Для чего? Вот. Зачем я делаю так? Вот. Это нужно выяснять. То есть, зачем я, к примеру, вот. Много, много говорю, да, зачем я постоянно управляю активность и так далее. Вот. Ну, как правило, мужчины, да и, в принципе, женщины делают это, значит, в том числе и по той причине, что они не уверены в себе. И неуверенность в себе, неуверенность, нереализованность, мотивирует человека на то, чтобы, ну, как-то вот, стараться сблизиться с другим человеком. Вот. Ага, я бы здесь у вас еще спросил бы, а по какому критерию вы выбираете людей? Да. То есть, вот, с кем вам интересно общаться? Как бы, как проявляется этот интерес? То есть, что он из себя представляет, этот интерес? Какой человек для вас интересен? Да. Ага. Второй вопрос, который будет касаться вашего, ну, вашего поведения в отношениях, это вопрос, связанный с активностью. То есть, вот, к примеру, вы пишете, ну, длинные письма, да, может рассказывать долгие истории. Вы это делаете как? Через силу вам становится тяжело в определенный момент это делать? или нет? То есть, что вы делаете абсолютно легко, да, а что вы делаете через силу? Вот. Важно, чтобы то, что вы делаете через силу, чтобы вы перестали это делать, потому что ничего хорошего из этого не получится. Человек будет с равно вам подсознательно ощущать, что вы какие-то вещи делаете через силу. Вот. И это уже на пользу отношениям не пойдет. Вот. А это вот, значит, к вопросу о том, как вы воспринимаете, ну, людей, да, как вы воспринимаете интересных вам, ну, мужчин, людей и так далее. Вот. То есть, как это выражается у вас конкретно? Ну, потому что, когда интересен человек, то хочется его узнать, а у вас такое впечатление, что вы хотите еще раз повторяю, да, его внимательно завоевать. Вот. Вот. То есть, есть человек, на которого вы хотите, ну, равняться, да, внимание которого вы хотите завоевать. Вот. И, соответственно, получается такое вот, ну, неравноправное отношение. Получается такое некачественное общение. Получается такое соподчиненное общение. Вот. Ну, и, когда вы говорите, что, вот, вы пишете, да, я начинаю уставать от своего же порыва общения, я начинаю резко отвечать и со временем мы перестаем общаться. Вот. Что происходит в этой ситуации? Что вы начинаете чувствовать? Вы говорите, что я начинаю уставать. Ну, хорошо, вы встаете, но вы же можете не прекращать общение. То есть, вы ещё можете его продолжать, а вы его не продолжаете. То есть, вы просто не редко отмечаете. И почему? Опять же, вы чего-то боитесь. А вас что-то, ну, что-то напрягает? Или что? То есть, вот, как это происходит? Несколько, ну, несколько более, более подробно хотелось бы понять, что именно происходит. Несколько более детально хотелось бы узнать, как ваше общение, ну, развивается. Вот. А мне кажется, что вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Да? То есть, в принципе, это немного, конечно. Вот. То, что я рассказал вам. Но это, в принципе, может быть достаточно хотя бы для того, чтобы вы как-то вот понимали, что происходит. Чтобы вы как-то вот отдавали себе отсчёт в том, что именно происходит. когда получили большее представление о, ну, о смысле того, что происходит. И поняли, куда вам двигаться. Да? То есть, вот, например, ну, допустим, если вы боитесь близости, да, то, соответственно, ну, там, личные, личные границы, личные границы. Нужно, нужно их следовать, да? Вот. И так далее. То есть, это вот то, что, значит, необходимо вам проанализировать. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.